Здравствуйте! Сегодня я расскажу о карбонатных линералах Конфизерского полиовулканического комплекса. Конфизерский массив является уникальным осадочным вулканогенным комплексом, который на данный момент единственный известный древний карбонатитовый полиовулкан в мире. Он располагается на северо-востоке польского полуострова среди гранит Агнейсов, и геологическое строение района Конфизера является весьма своеобразным, а по ряду особенностей уникальным для польского полуострова. На значительной площади массива развиты толщи различных осадочных и вулканогенно-осадочных пород, проявляется гидротермальная и инклюзивная деятельность, и все это вызывает интерес к изучению этого массива. Район располагается в 60 километрах от ближайшего населенного пункта Лавозера и не имеет постоянного населения и сообщения, поэтому этот факт очень затрудняет его изучение. Исследование осадочного вулканогенного комплекса не производилось в достаточной мере для того, чтобы понимать его минералогические особенности, но они являются достаточно интересными. Конфизера является одним из комплексов польской щелочной провинции, датируется он 360-380 миллионов лет. Комбикс представляет собой палеокальдеру, заполненную в основном породами кантазерской формации и окруженную докембрийскими гнейсами. Исследованные образцы представляют собой керн скважины номер 6, которая располагается в северо-восточной части кантазерской кальдеры, и она пересекает породы карбонатно-теригенной толщи. В целом породы представляют собой довольно сложный объект для изучения, поскольку они все очень наукозернистые, часто скрытокристаллические, которые представляют собой карбонатный матрик, в который погружены минералы апотита, альбита, сульфидов и других минералов. Предыдущие исследования утверждали, что основными карбонатными минералами здесь являются кальцит и доломит. Мы же здесь представляем, что анкерит может являться наравне вместе с ними парадообразующим минералом. И начать описание карбонатных минералов следует с кальцита, поскольку он является одним из главных минералов, слагающих карбонатную матрик, и он обладает довольно классическим минеральным составом, представленным на экране. Здесь присутствуют небольшие примеси марганца, стронца и железа в составе, они незначительны. Выделение кальцита, как показано на рисунке А, могут образовывать неправильную форму, срастаться с альбитом. На рисунке Б представлены и диаморфные зерна кальцита, которые могут достигать до примерно 150 микрон в поперечнике размером. На рисунке Б как раз показаны диаморфные зерна с наукозердным стомофальцитом в интерстициях. Следующая группа – это доломит и анкерит. Как известно, эти минералы являются структурными соединениями и образуют непрерывный изоморфный ряд, представленный на экране. Однако существуют эксперименты, которые показывают, что конечный член в этой системе нестабилен. И при температуре выше 700 градусов по Цельсию происходит исчезновение трехфазной системы и происходит образование двух минеральных фаз кальцита и сигарита. Таким образом, согласно этим исследованиям, конечным членом системы является минерал, где содержание железа равняется 7 десятым. Также, следуя классификации, упомянули на экране, мы подразумеваем, что доломитом будут являться минералы, где соотношение железа к сумме железа с магнием меньше двух, анкеритом, где это отношение больше двух, и также выделяется ферраголамид, где оно равняется от 9 до 18 сотых. Отношение железа к сумме железа магний в изученных нами образцах варьирует от 27 до 44 сотых, что позволяет относить исследованные минералы к анкериту. И далее я представляю формулы, рассчитанные, исходя из микрозондовых анализов. Здесь в каждом образце, называемом анкерите, наблюдается премис марганца, стронция. Ну и также здесь видно, что соотношение магния и железа в формуле примерно пополовину. И теперь рассмотрим морфологию этих минералов. Значит, сначала про доломит и анкерит вместе. Чаще всего они образуют некие кольцы доломит-анкеритовой матриц, представленные на рисунке А, в которые погружены более крупные кристаллы апатита, перита. Чаще встречаются еще другие минералы. Но также мы можем наблюдать зональное распределение карбонатных минералов, как на рисунке В, где центральную зону слагают кольциды, двигаясь в периферии, сменяются доломитом и анкеритом. Что же касается морфологии самого анкерита, он представляется изометричными кристаллами, достигающими до 100-150 микрон иногда. Также встречаются ксеномортные кристаллы анкерита на рисунке Г, представленные в ассоциации с сельминитом. И также были обнаружены встречи на минералы карбоната, бария и стронция. Здесь для фронтезерского массива они являются стронцианит и боридокальцит, они являются аксессорными минералами, но в некоторых образцах они переходят в число породообразующих минералов. Размер выделений может достигать 300 микронов, что являются довольно крупными выделениями минералов для нашего типа пород наукозерностных. В основном они занимают инпестициональное положение. И вот на рисунке А показаны, например, ксеномортные выделения боридокальцита. Чаще всего он встречается в срастании с альбитом. И также минерал стронцианит. Часто мы его встречали в срастании с кальцитом. Далее представлены рассчитанные формулы боридокальцита. Они являются достаточно классическими, с небольшими примесями стронция железа. Формулы стронцианита характеризуются большей пестротой, поскольку, как показано на рисунке, где стронцианит, было обнаружено такое зерно, где стронцианит образует некое зональное зерно, где центральная часть у него неизменена чистым составом, а в краевой части наблюдается примесь, хоть и незначительный, но редкоизмельных элементов. Также было обнаружено единичное выделение разновидности кальциево-разновидности стронцианита, эммонит, где содержание кальция достигает 0,37 формульных единиц. В заключение, что получается, что карбонатитовые лавы массива контозера, они сложены в основном в кальцит и доломит-анкеритом. Отличительной особенностью массива является сильное обогащение доломита железом, что позволяет разделять эти фазы на две отдельные, на доломит и на анкерит. Наше исследование позволяет положить также, что анкерит может быть парадообразующим минералом не только в пределах изучаемой скважины, но и во всех карбонатитах массива. Также в почти каждом исследованном образце наблюдаются щелчноземельные карбонаты, стронцианиты, боритокальцит. Однако, как мы считаем, что следует провести более подробное изучение минералогии на предметах предказемельных карбонатов минералов. Их расстояние. Продолжение следует...